Приветствую, на связи Ирин Кольт из школы дизайна Savizart. В этом видео рисуем в иллюстраторе логотип Ауди, соблюдая весь объем и металлические эффекты. У меня есть вот такая заготовка. Ее я скачала просто по запросу лого Ауди в интернете. Давайте проанализируем наш логотип. У нас есть 4 кольца, и каждое кольцо состоит из внешнего и внутреннего кольца. Первый инструмент, который мне понадобится, это Ellipse. Зажимаю Alt Shift одновременно и рисую окружность размером со внешнее кольцо. Нажимаю Shift X для того, чтобы переключиться с заливки на обводку и увеличиваю толщину обводки до 20 пикселей. Дотягиваю размер окружности до оригинала. Обязательно зажимаю или просто Shift, либо Alt Shift одновременно. Теперь нажимаю сочетание клавиш Ctrl C, Ctrl Shift V. Это копирование и вставка на то же самое место. Зажимаю Alt Shift одновременно и стягиваю дубль окружности до размера внутреннего кольца. Поменяю цвет внутреннего кольца, чтобы мы их различали. Давайте возьмем розовый. Уменьшу его еще немного, чтобы между кольцами был небольшой зазор. Теперь выделяю оба кольца вместе. Объект, контур. Преобразовать обводку в кривые. Мы получили начальную геометрию, а теперь давайте поработаем с градиентами. Отодвигаю кольца на черный фон. Так нам будет удобнее работать. Выделяю внешнее кольцо и переключаюсь в градиент. Градиент буду собирать следующий. У меня здесь выбраны цвета. Их вы найдете в описании под этим видео. Первая чернильница. Беру пипетку, кликаю в светло-серый. Дальше выставляю вторую чернильницу и кликаю в белый. Третья чернильница темно-серый. Четвертая чернильница светло-серый. И пятая чернильница темно-серый. Вот примерно такой градиент у нас получился. Мы собрали его для обводки, чтобы переключить обводку на заливку, нажимаем Shift-X. И обводку я отключу совсем. Проверяем. Вверху светлый блик, внизу достаточно темные блики, ну плюс еще металлические вот такие отцветы. Теперь сделаю следующее. Кликаю пипеткой на получившийся градиент. Зажимаю Alt и скидываю градиент на розовое кольцо. В принципе мы получили металлические формы. Теперь выделяю снова обе окружности вместе. Сдвигаю на исходник. Зажимаю Alt и Shift одновременно. И сдвигаю на нужную позицию второе кольцо. Выделяю их вместе. И возвращаю на черный фон. Теперь давайте добьемся нужного объема. Я выделяю второе кольцо. И нажимаю Ctrl-Shift скобочка вправо, чтобы оно оказалось выше. Теперь выбираю инструмент Перо. Приближаю сцену Ctrl-Plus. И создаю вот такие объекты. Точки ставлю на пересечении двух колец. Здесь тоже. Всего фигур у нас получится четыре. Две сверху и две снизу. Выделяю внешнее кольцо и получившиеся объекты с зажатым Shift-Shift. Теперь нажимаю Shift-M, зажимаю Alt и вычитаю объекты из колец. У нас получился нужный нам объем. Выделяю второе кольцо, зажимаю Alt и Shift и сдвигаю на нужный уровень. И теперь нажимаю Ctrl-D для повторения предыдущего действия. Теперь снова выбираю Ellipse, встаю в центр окружности, зажимаю Alt и Shift одновременно. И создаю окружность до стыка двух колец. Переключаюсь с заливки на обводку и захожу в панель градиент. Оставляю градиент из белого в светло-серый. Лишние чернильницы убираю. Увеличиваю толщину до двух пикселей. И уменьшаю окружность до нужного размера. Зажимаю Shift, чтобы все было пропорционально. Теперь поменяю угол градиента, чтобы светлый блик оказался вот здесь. Для этого захожу в панель градиента и просто нажимаю иконочку Reverse или обратный градиент. Проверяем. Да, все как нужно. Выделяю окружность. С Alt и Shift сдвигаю ее вправо, чтобы на втором кольце тоже появился блик. И теперь дважды нажму Ctrl-D. Если где-то что-то немного съехало, можно подвинуть с помощью стрелочек на клавиатуре. Выделяю весь логотип и сгруппирую его Ctrl-G. Ну и на всякий случай объект Contour преобразовать обводку в кривые. Теперь у нас все линии это полноценные объекты. Размещу логотип в центре нашей монтажной области. Выравнивание. И выравнивание по центру. Итак, вот что у нас получилось. Обязательно попробуйте. А с вами была Ирин Кольт и школа дизайна Свизарт. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok